Здравствуйте! Меня зовут Алексей Видов, и это программа Квовадис Камагридеши. Надеюсь, сегодня мы сформулируем правильные вопросы, на которые следует искать ответ. Тема этого эфира – сопричастность. И начать этот разговор хочу с вопросов. Благотворительные фонды – это обман или реальная помощь? Что мы знаем о благотворительных фондах и как часто отправляем эсэмэски добра? Знаю фонд Чулпан Хама. Вряд ли какой-то перечислю. Если честно, отношения у меня противоречивые, потому что, ну, с одной стороны, это здорово, хорошо, когда есть организации, собирающие средства или какие-то материальные блага, раздавающие их людям. С другой стороны, уж очень много историй про то, как эти фонды используют деньги, совершенно не по целевому назначению. Мы сразу во все телефоны посылаем эсэмэски, чтобы вот на операцию детям. Вот такое вот. Каждый человек, если поможет, то это будет миллиарда рублей. Я знаю, что благотворительные фонды в России – это просто отмывка денег. Не хочу помогать. Вот такие разные мнения, Ольга Григорьевна. Почему, вот, как вы считаете, такое вот, ну, недоверие все-таки существует в обществе? Ну, наверное, эта ситуация сложилась исторически. Были какие-то нарушения, какие-то были мошенники, которые, так сказать, послужили основанием для того, чтобы люди не верили. Хотя последние, наверное, могу сказать, 10 лет мы все чаще и чаще обращаемся к благотворительным фондам для того, чтобы какие-то экстренные ситуации разрешить, которые, ну, вот, сиюминутно требуются и сложны для того, чтобы разрешило государство. Ну, вот, люди на улицах, они единственный фонд только все могли вспомнить – «Подари жизнь», потому что он у всех на слуху, потому что президент обратил свое внимание на него. Аня, а вот почему про другие-то, как вы думаете, обычные люди ничего не слышали и не знают? Их нет просто? Или как-то вот система рекламы не так устроена? Ну, я думаю, да, все-таки пиаров в благотворительной сфере, он довольно специфическая штука, и специалистов именно в этой области, именно в направлении благотворительности, найти до сих пор в России довольно сложно. Вот, у «Подари жизнь», конечно, большое преимущество – это Чулпан Хаматова, все-таки человек известный, человек обаятельный, умный, и естественно, что она привлекает массу людей именно к делам благотворительности. Все-таки харизматичная и популярная личность во главе фонда очень важна. Например, Сергей и Ирина Безруковы привлекли внимание общественности и своих коллег к организации «Возрождение», помогающей детям с ревматическими болезнями. Мне также посчастливилось принять участие в одной из таких акций, которая проходила в Планетарии. Давайте вспомним, как это было. В московском Планетарии на несколько часов звезды стали ближе. Обычно яркие, холодные и недоступные, сегодня они совсем другие. Немоляева, Сброев, Певцов, Безрукова, Васильев, Сюткин создавали новые планеты из бумаги, клея и красок. Вместе с детьми, которые приехали сюда из больницы. У маленьких пациентов тяжелые ревматические болезни. Это болезни хронические. И одно, допустим, один курс лечения, два курса лечения, они не могут привести к выздоровлению. Это длительно текущие заболевания, которые требуют постоянной терапией. Заболевание, которым они болеют, оно очень нетипичное, оно такое, его немного. И они нуждаются очень в помощи, в помощи государства, конечно, или неравнодушных людей, потому что лекарства дорогие. Несмотря на сильную боль, маленькие пациенты все равно тянутся ко всему новому, интересному и прекрасному. Они мечтают, творят и любят жизнь во всех ее проявлениях. Пять команд, которые выступали за короткий срок, 15 минут всего было выделено командам. В общем-то, из ничего сделали произведения, шедевры. Каждая рожденная планета получила от своих создателей имя, историю и, конечно же, частичку души. Эта планета очень полезна для здоровья, называется она «Радуга». Потому что здесь есть все цвета, даже тех, которые нет в природе практически. Здесь вот есть все. От гнезд и домов до триколора и млечного пути. Практически все, что можно человеку для счастья, здесь есть. Дело в том, что это не я создал. Это вот я держал всегда в руках, когда ребята, все время держал в руках, когда ребята фантазировали и делали эту планету. Они сами дали ей название. Она называется вот очень странно, смешно, но по-детски. Эта удивительная космическая экскурсия по планетарию стала открытием не только для детей, но и для взрослых. Мероприятие направлено на то, чтобы привлечь внимание, и чтобы мы, взрослые, ну хоть немножко, как-то там, кто сколько может, перечисляли иногда деньги для того, чтобы эти дети могли бегать и прыгать. Некоторых в отделении приносят на руках, они не могут шевелиться, у них распухшие суставы. Вот. А как вы видите, что сейчас происходит? Они этими ручками лепят, все, они прыгают. Вот. Ну что же делать? Пока это не лечится, но, может, наука пойдет вперед и когда-нибудь вылечится, но пока их надо поддерживать. Каждое такое событие, оно должно оставить след в наших сердцах, в наших душах. И я уверен совершенно, что нет у нас, и вообще на свете людей, которые просто так равнодушно бы прошли мимо человека, который нуждается в этом, но прошли просто так вот, вот не желаю вообще. Вот я сам по себе, я доволен, я обеспечен, мне хорошо. И это самое главное. Кульминация парада планет на астроплощадке. Здесь дарят подарки и сбываются мечты. Но главное – запуск с астроплощадки писем желаний. К шарам ребята прикрепили записки своих друзей, которые из-за тяжести болезни не смогли покинуть больницу и быть вместе со всеми. Таким образом, планетарий стал стартовой площадкой, позволившей каждому ребенку загадать свое желание и почувствовать прикосновение к звездам, которые обязательно будут молиться вместе с нами о том, чтобы эти желания исполнились. А вообще, насколько важна вот какая-то харизматичная или популярная личность во главе фонда? Очень важна. Очень, да. Очень важна. Это не менее важная. То есть это рекламно будет как-то срабатывать? Это вопрос доверия, скажем так. Вы с самого начала говорили о доверии. Почему такой низкий уровень доверия? У нас в обществе, в принципе, низкий уровень доверия. К соседу, к учреждению, к любой структуре. Фонд, по сути дела, воспринимается часто как та же структура. А вот как он устроен? Прозрачны ли там денежные потоки? Могут ли сотрудники фонда получать зарплату из пожертвованных денег? Это все-таки важные вопросы, на которые люди хотят знать ответы. Конечно, звезда – это как бы не ключ к успеху. Тут масса составляющих, в том числе прозрачность. Это вообще действительно ключевая вещь, потому что если люди не будут видеть, куда, как расходятся эти деньги, и вообще сколько денег приходит в этот фонд, на что они идут, естественно, что никакого доверия не будет. У нас служба милосердия, собственно, у нас на 75% все доходы службы оставляются именно из частных пожертвований. То есть именно обычные люди, наши друзья милосердия, мы их так называем, они регулярно отправляют какие-то небольшие суммы, там от 100 рублей до 1000, и каждый месяц мы на сайте поликуем все эти отчеты. Вот, Олеся, в вашем фонде получают зарплату? Да, у нас есть сотрудники, которые на зарплате. Чаще всего зарплата, все-таки мы стараемся, чтобы она исходила из грантов, либо это какие-то крупные, например, юрлица. Частные пожертвования от конкретных лиц, они чаще всего идут уже адресно. То есть там, например, какой-то конкретной семье, какому-то конкретному ребенку, какие-то конкретные нужды. Но вот помощи же не может быть такой безграничной. Существует устав у каждого фонда, который регламентирует. Вот не попадаешь под этот устав, извини, что бы у тебя ни было. Мы, например, помогаем детям-сиротам. То есть когда речь идет о семейных детях, у нас есть проекты какие-то, там, помощь, например, семьям, которые взяли инвалидов, в рамках семейного устройства, мы тоже оказываем им поддержку уже после того, как ребенок устроен в семью. Но, в принципе, мы помогаем сиротам. Естественно, что ни один фонд не может помогать всем. Ну и людей беспокоят, конечно же, случаи мошенничества. Как не обмануться? Как знать, что твои смс-ки добра не оседают в каких-то криминальных карманах, а все-таки реально помогают людям? Вот давайте посмотрим наше законодательство. Охраняет наше законодательство российское волонтеров? Хороший или плохой фонд – это второй разговор. Вот волонтеров наше законодательство охраняет? Охраняет вас? Сейчас началось какое-то движение в этом направлении. Ну, это если кто-то… Но, видимо, мало ощутимо. Потому что если бы это было, мы бы это увидели сейчас. Вот как им защититься законодательно? Это первый вопрос. А второй вопрос – как определить, хороший фонд или плохой? Как определить коррупционера? Чиновник – коррупционер или из правоохранительных органов человек – коррупционер или не коррупционер? Трудно определить. У меня лично, у самого были случаи. Вот приходил ко мне человек, устраивал на телевидении большую программу по детям первую. Я сам на ней присутствовал, был страшно удивлен. Думаю, смотрите, как детей пригласил из детских домов. Сам детдомовец. Но зато вторую программу забрал основную часть пожертвований и пропал. Вот. Ну, сейчас принимаются, естественно, меры и все остальное. Вот мы рассматриваем в Государственной Думе, на всех наших органов, которые имеют законодательную инициативу, мы рассматриваем любые проблемы. Защиты депутатов, еще чего-то и как-то. Защиты детей, защиты стариков. Тоже это проблема, и законы эти идут. Ну, естественно, коррупционную составляющую во всех законах должны люди смотреть. Но мы не рассматриваем, когда человек подменяет собой государство. Какую правовую защиту этот человек должен иметь. Ольга Григорьевна, может быть, чтобы исключить случаи мошенничества, надо напрямую сотрудничать с федеральным центром и благотворительным фондом. Вот целево, чтобы это было прозрачно. И вот это, наверное, так и осуществляется в вашем случае. На самом деле, сейчас фонды чаще контактируют непосредственно с центрами или непосредственно с сотрудниками центров, где получают лечение те или иные пациенты. И тогда это получается адекватная и правильная помощь, исключая участие мошенников, потому что врачи знают эти фонды. Они уже, так сказать, себя зарекомендовали в той или иной позиции, в той или иной работе. Ну, например, сейчас, кроме фонда «Подари жизнь», есть еще несколько фондов, которые помогают онкологическим больным. В частности, фонд палеоативной помощи детям с различными заболеваниями, только с онкологическими, с различными. Это фонд, который создан совсем недавно, он существует совсем, так сказать, немного, несколько лет. Но, тем не менее, уже сейчас известно о том, что этот фонд существует, и мы врачи. Имея такого больного, уже непосредственно обращаемся в этот фонд. То есть правильная или адекватная ситуация, она обеспечивается тесному контакту. Происходит двухстороннее. Совершенно верно. И это вот не только в Москве. Я хочу подчеркнуть, что это по всей стране. И сейчас я предлагаю выслушать Ирину Ильиничну Спичак, руководителя областного детского гематологического центра «Челябинска». Вы знакомы наверняка. Давайте послушаем. Мы связались с Ириной Ильиничной по скайпу. Мы очень хорошо сотрудничаем с нашим общественным движением, благотворительным, скажем так, движением, которое организовали наши мамы. Они организовали его уже 24 года назад. И сейчас ему называется городское общественное движение помощи онкобольным детям «Искорка». Ему уже 24 года. Оно очень хорошо нам помогает. И оно сотрудничает, и мы сотрудничаем вместе с ними, с другими общественными организациями или благотворительными фондами. Больше всего, конечно, мы сотрудничаем с «Подари жизнь», который базируется на базе ФНКЦ имени Дмитрия Рогачева, и с «Адвидой» из Санкт-Петербурга. Так что вот эти три фонда, которые нам очень хорошо помогают нашим детям. А вообще, что касается онкологии во всем мире и то, что касается онкологии детской, ни в одной самой богатой стране нет денег достаточно для того, чтобы спасать таких ребятишек, не выбирая, скажем так, время, место, деньги, технологии и так далее. Вот эта проблема спасти детей, вот в чем она фонд, на что должен тратить деньги? На лекарства? Я так понимаю, что медикаменты обеспечивает государство. Вы знаете, ситуация разная. Что фонд оплачивает? Ситуация может быть разная. Конкретно больница имеет какую-то проблему, и она обращается в фонд. Фонд «Подари жизнь» старается заключить официальный договор с тем иным лечебным учреждением. И тогда это осуществляется в рамках официального документа, осуществляется помощь. Она может быть абсолютно разной. Понимаете? То есть это не обязательно лекарство? Нет. А вот что это? Это может быть какое-то оборудование. Например, больному необходима коляска, больному необходим аппарат, например, электроотсос для хронического отсасывания мокроты и слизи. Ну, например, даже аппарат искусственного дыхания, он есть аппарат, который может… Ребенок может находиться дома, используя этот аппарат. Раньше, могу вам сказать, что 10 лет назад главные врачи боялись. Им запрещали обращаться в благотворительные фонды, потому что все как бы было поставлено, все есть. Сейчас это открыто, и главные врачи контактируют с фондами, заключая договор на вот такие экстренные моменты, которые не могут осуществиться достаточно быстро в больнице и стационарах. В интернете я читал возмущенные письма тех людей, которым фонды отказали. Они писали, что вот мы нуждались в дельфиной терапии, в Италии, в пятизвездочном отеле две недели, и нам на это не выделили средства. Значит, сейчас фонды, если раньше они как бы все прихоти выполняли родители, если пациенты или родители обращались, нам необходимо, это на самом деле какие-то сверхъестественные, сейчас фонды решают эти вопросы, обращаясь к врачам. Есть лечащий доктор, есть заведующий отделением, есть главный врач. То есть как специалист уже назначен? Рекомендована. У меня лично только что, неделю назад, в Бурденко лежит ребенок, 8 месяцев онкология, опухоль в голове. Лично врач, вы говорите, слюноотсос, его нужно было перевести на реномобиле в Нижний Новгород, обратились в новую жизнь, они сами врачи посоветовали, обратились в новую жизнь, так как у родителей не хватало денег, дали ему этот слюноотсос, купили, посоветовались с врачом, что этому ребенку он необходим. И доставили машину. Более того, еще решается вопрос, какой аппарат? Да, да, там есть нюанс. Есть еще и другая сторона медали. В этом же, я сейчас не буду называть город, но мероприятия по выявлению всего, что там происходит, по медицине, они идут, и я думаю, ответственность наступит. В этом городе находятся 4 тысячи детей, на которых выделяются бюджетные деньги ежегодно. Так вот, 600 с лишним детей в этом городе, из этих 400, не получили помощи. Эти деньги на 600 детей ушли куда-то в разные стороны. Вот тут, может быть, и возникает как раз срочная помощь каких-то фондов, что вот это по жалобам родителей, что их дети с законного лечения, которые вложены в федеральном бюджете, но тут уже не от врачей зависит, а от наших медицинских министров и всего остального, не получили этой помощи в течение года. Я так правильно понимаю, что вы насмотрелись на эти махинации и решили создать собственный фонд? Мы просто себя лучше чувствуем, когда мы знаем, что мы вложили, мы знаем куда. А если честно вам сказать, это сейчас как новая жизнь. Это сейчас коммуны в 13 регионах страны, в 4 они уже развиты солидно. Мы уже скупаем земли, колхозы. У нас волонтеры, вылечившись от наркомании, остаются там. Мы строим особняки, поселки. Мы возрождаем брошенные деревни в настоящий момент. Давайте сейчас еще послушаем Челябинск. Ирина Ильинична, спичак, внимание. Есть ситуации, когда чекотливые возникают моменты, когда родители просто не желают лечиться, не доверяя российской медицине. Вы знаете, сколько сейчас много в прессе и в средствах массовой информации, скажем так, материала хорошего и нехорошего. И они просто говорят, если ребенок болен раком, то в России никто им не поможет. Они собирают деньги для лечения за рубежом, не стесняясь ни в средствах, ни в каких-то там публикациях. Я считаю, что нужно честно говорить, что я не хочу лечить ребенка в России, хотя мне предлагают, может быть, такую же помощь. Но они не доверяют и пытаются собрать какие-то деньги и уехать за рубеж. А за рубежом тоже бывают не всегда порядочные люди. Скажем так, если мы обращаемся по официальным каналам и просим, да, вот родители оплатят, пожалуйста, вот такого-то пациента, если можете, возьмите, то нам честно отвечают. Ну, такому пациенту показано палеотивное лечение, и мы ничем ему не поможем. Есть клиники, заслуживающие доверия и в Израиле, и в Германии, и в Италии, и в Испании, и кругом по всему миру, и в Англии, и в Соединенных Штатах. Но есть, к сожалению, такие клиники, которые зарабатывают на всяких больных. Они же не понимают, что эти деньги родители собирают с миру по нитке. Ольга Григорьевна, действительно вот такая проблема существует, что не доверяют нашей российской медицине, и колоссальные средства требуют из фондов для оплаты лечения. Ну, на самом деле, наверное, существует еще какая-то пропаганда, и я считаю, что у нас СМИ, наверное, не совсем хорошо и адекватно представляют работу врачей в нашей стране. На самом деле, позиция изменилась принципиально и за последние 20 лет прогресс существенный. Большинство детей выздоравливают, и в нашей стране используются современные программы, которые осуществляются, в том числе и за рубежом, абсолютно аналогичные программы лечения. Для совместного обсуждения и хирургического лечения тех сложных ситуаций мы приглашаем врачей из-за рубежа. Но почему недоверие? Я могу это объяснить только тем, что наша пропаганда, она чаще всего представляет негативные ситуации и никогда не говорит о позитивных ситуациях. В нашей стране, могу вам сказать, сейчас около 18 онкологических центров, которые осуществляют современные программы лечения и проводят адекватную терапию, которая сопоставима с зарубежными программами лечения. Вот мы видим представителей медицины, и только что видели в телевизоре еще одного представителя медицины, который рассказывает о таких вещах, что их на руках носить надо. А вы видите в ее глазах счастье? Вот в том, и вот в этом докторе, который сидит здесь. Они должны быть, ну, как вам сказать, как киноактеры, как знаменитыми людьми. Ну, вот вас знают, и я вас знаю. Вот, вы детские здесь и все остальное. Вот про ту женщину я первый раз слышу. Вот Ирина Ильинична в заключении своего интервью все-таки ответила на вопрос, в чем они нуждаются в данный момент. Очень показательно. Давайте послушаем. В центре сейчас у нас с медикаментами все неплохо. К сожалению, мы вот на сегодня нуждаемся, знаете, в чем? Мы, наверное, в рабочих руках. В том плане, что мы закончили с помощью спонсоров ремонт нескольких помещений. Сейчас нам надо после стройки просто отмыть все. Вот, а санитарок не хватает. У санитарок очень низкая заработная плата. Энтузиазм тут не помогает. Немножко дефицит у нас бумажных полотенец, которые одноразовые, потому что сейчас уже совсем нельзя вытирать полотняными полотенцами руки. Это слишком тяжелые больные, не та нозология, где это можно делать, где это дозволено. Но такие нужды. Искорка нам все время помогает. На своем сайте что-то там выкладывает, какие у нас нужды. Сегодня вот я звонила девочкам, просила у кого-нибудь попросить полотенца. Кто-то пожелает, принесет нам бумажные полотенца. Это мелочи, но без них мы жить не можем. То есть вот действительно даже вот эти мелочи очень важны. Конечно. И это, я считаю, что правильно доктор, она замкла врача, Ирина Ильинична. И она правильно, что она обращается в любую, так сказать, инстанцию, благотворительный фонд и, так сказать, каким-то своим знакомым и еще куда-то для того, чтобы ей помогли. И она правильно делает, она не стесняется, понимаете. И это заместитель главного врача. Он не боится о том, что кто-то, так сказать, они об этом скажут, что больница нищая, у нее нет полотенец. У нее нет в данный момент. Но ей это необходимо. Она обращается в благотворительный фонд. И фонды могут помочь и с полотенцами, и помогают. То есть это нельзя говорить, что это мелочи. Да, я хотела сказать, что просто, ну, все знают, что больницам, скажем, выделяется на какой-то период какое-то конкретное количество, там, не знаю, тех же памперсов, да, там, мыла и так далее, и тому подобное. Вот здесь, ну, мы, например, как благотворительный фонд, можем очень хорошо помочь, вот, казалось бы, в этих мелочах, да, когда ребенок лежит без памперса, да, или не хватает мыла, нету влажных салфеток, нету там каких-то простых лекарств. Это очень простая потребность, которую нам достаточно легко удовлетворить. И обычно больницы, скажем так, заинтересованы в этом, потому что для того, чтобы наладить это, скажем так, на государственном уровне, должно быть, ну, это не всегда возможно. Вот, поэтому вот эти мелочи, они порой отделяют ребенка от зоны комфорта до зоны дискомфорта. То есть это правильно, что они обращаются для того, чтобы это было. Они делают, то есть ситуацию не создают, что, ну, и обойдемся без этого, понимаете? Но параллельно нужно обращаться к нам. Когда вот больницы обращаются, это не зависит от врачей и мест больницы, это зависит от высших. Чтобы проверили бюджет, все ли денежки до этой больницы дошли. Понимаете, да? Врачи в больницах не виноваты, они то, что им выделяют, то и выделяют. Я имею в виду то, что иногда, вот нам кажется, что такое памперс, да? А для маленького ребенка, который лежит, да, там, не знаю, несколько месяцев годовалого, это, там, не знаю, это его здоровье банально. Там лечить опрелости, да? Да, там, те же опрелости, ну, просто вот он лежит, извините, грязный, да, или он лежит в памперсе. Это совершенно две разные вещи. Поэтому вот эти мелочи, они иногда очень важны, об этом не надо забывать. Сейчас хочу продолжить разговор о мелочах, которые, на самом деле, как мы уже поняли, совсем не мелочи. Давайте посмотрим сюжет о библиотеке, которая собралась в детском отделении больницы в Москве. Отче наш, и живи на Бибиси, жать и тече имя твое, на Бибиси 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 и на земле. Молитву трехлетний Ярослав Карасев выучил здесь, в урологическом отделении Российского научного центра рентгенорадиологии. Сегодня день выписки. Только уезжать домой в Петрозаводск маленькому пациенту не совсем хочется. У Ярослава врожденная патология почек. И, получается, всю жизнь мы в больницах проводим очень большое время. Только вот здесь, я говорю, в больнице, познакомилась очень богатая библиотека. И узнала о многих святых, о их жизни. Такая возможность познакомиться с библейскими историями есть у всех пациентов больницы. С недавних пор на территории центра действует православная библиотека. Социальный проект храма преображения Господня, расположенного здесь же. Когда болеет ребенок, особенно с такой непростой болезнью, как наша, начинаю все больше и больше верить в Бога, просить помощи у Него. Мы вот с Димочкой приходим сюда часто. Вот мы читаем вот эту книжечку «Евангелие для самых маленьких». Кстати, эта уникальная библиотека – не просто читальный зал. Те, кто совсем мал и еще не умеет сам читать, могут посмотреть мультипликационные фильмы. А их мамы – документальные и художественные. Много печатных изданий приходит от благотворителей. Некоторые книги привозят те семьи, чьи ребенок проходил лечение в этой больнице. Ведь кому как не им понимать и чувствовать, что такое добрая книга в руках больного ребенка? Ольга Григорьевна, вы каждый день сталкиваетесь с такими детьми, с такой болью. Как вообще это пережить и продолжать работать? Только позитивно настроенный психологический, эмоциональный подъем позволяет каждый день, сталкиваясь с этими пациентами, оценивать свою работу позитивно. Но я могу вам сказать, что это такое удовлетворение лечить этих пациентов и сейчас их излечивать. Их все больше и больше становится. Здоровых, получивших образование. И пациентов, которые заводят свои семьи. Я знаю, что у вас даже какие-то чудесные истории происходят. Это не просто какое-то чудесное исцеление от болезни, но люди становятся врачами, семьи образовывают. Вот расскажите об этом. Могу вам сказать, что если раньше об этом даже не говорили, стоял вопрос о том, что они должны выздороветь. Опухоль мозга считалась достаточно серьезным заболеванием, и вопросы излечения были у минимальных пациентов представлены. Сейчас большинство выздоравливает. С опухолю мозга пациенты, излеченные от этого заболевания, после химии, лучевой терапии, имеют возможность иметь своих детей, свою семью. Они становятся врачами, они становятся медицинскими работниками. Они, пройдя через вот такой сложный, серьезный путь, они, наверное, как никто лучше понимают проблемы, те, которые, так сказать, стоят у этих больных. У нас есть эндокринолог, у нас есть педиатр. Это все дети, излеченные в анамнезе которых опухоль центральной нервной системы. У нас есть семьи, где уже не по одному, а по два ребенка. Это мальчики, излеченные в детстве от опухоли головного мозга. Это дает положительные эмоции, это дает позитив. У меня нет негатива. У меня есть только позитив по отношению к каждому больному. И излечивая... У меня на стенде, у меня такой большой висит стенд в кабинете, и там фотографии детей, излеченных от опухоли мозга. Родители с удовольствием приносят эти фотографии, если раньше они опасались. Кто-то как-то увидит, что ты болел этим серьезным заболеванием. Сейчас они, наоборот, настроены на то, чтобы все узнали. Они хотят общаться, они хотят контактировать, они не зациклены на своей болезни. Они хотят, чтобы все знали. И все должны знать о том, что это лечится заболевание, что это позитивная ситуация, которая проходит. С течением времени, когда сегодня пациент спросил, пройдя четыре цикла химиотерапии, он спросил, сделали ли они МРТ, и у него все на этом обследовании, на МРТ, все хорошо. Он спросил, но теперь я могу ехать домой? Я говорю, нет, у тебя еще столько же циклов химиотерапии, а после этого у тебя лучевая терапия. А потом ты навсегда поедешь домой. Он подпрыгнул чуть ли не до потолка. Мама, да? Мне еще осталось лечиться шесть месяцев, а после этого я навсегда уеду домой и буду абсолютно здоровым. Это положительные эмоции, которые заставляют каждый день работать и любить свою работу. Сейчас мы по телефону свяжемся с Волгоградом и выслушаем историю мамы. Ее девочка нуждается в помощи, и, может быть, мы можем помочь им. Прямо сейчас узнаем, в чем дело. Екатерина! Екатерина, здравствуйте! Вы слышите меня? Здравствуйте, Алексей! Слышу хорошо. Спасибо, что вы согласились на это интервью. Расскажите о вашей проблеме, о вашей боли. Что случилось с вашей девочкой? Дело в том, что мы с мужем приняли решение взять ребеночка. То есть вы усыновили ребенка? Нет, Алексей, дело в том, что я не усыновила, я взяла под опеку. Но для нас это никакого значения не имеет. Год назад, получается, мы пришли, познакомились с маленькой девочкой. Нам, конечно, все сразу не раскрыли, так скажем, как должны были раскрыть все карты. Ну, возраст тоже был так вот определен у ребенка приблизительно. То есть документы у нас сделаны на один возраст, на самом деле, в общем, ребенку как бы несколько больше. То есть вы даже не знаете, сколько на самом деле ей лет? Я думаю, что мы знаем, потому что такая ситуация была. Ребенка принесли в тяжелейшем состоянии в больницу. Мужчина пришел, он сказал, как ее зовут. Как ее зовут? Ее зовут Диана. Диана. Диана, да. Сказал дату рождения ее. Но так как ребенок был полностью истощенный, ребеночек весь в язвах, она была заражена острой динитерии-рефлектора второго типа с токсикозом в третьей степени. То есть представляете себе это отравление, все уже ребенок без сознания, без документов, голый, вот так вот принесли и отдали. И когда мы ее забрали, мы поняли, что с ребенком что-то не то. Она постоянно плачет, постоянно кричит, закатывается, дыхание останавливается. В больнице, когда лежали, уже мы выяснили, что у нее и порох сердца. У нее очень серьезно было поражение центральной нервной системы. Конечно, было больно на это все смотреть. И, знаете, в голове были всякие разные мысли. Мне даже подруги говорили, Катя, верни ее назад, мы тебя все поймем, все знают, как это сложно. Она постоянно у тебя кричит. Она спала, Диана, где-то 3-4 часа в сутки. В остальное время это были плач, крик и так далее. Сказать, что был период, не сказать ничего. Но мы как-то поговорили с супругом, мы решили, что ее уже предали. И как-то придать ее в второй раз. Ну, это уже бесчеловечно. Так вот сейчас что происходит? Кто-то ведет вас, занимается лечением? Вы знаете, занимаются, но как-то вот так вот, говоря, вот вяленько как-то все занимаются. Но генетик нас под наблюдение взяла. Сейчас мы снова будем сдавать анализы. Но для чего, я честно не понимаю. Они просто хотят увидеть динамику, насколько и хуже, без тех простых, которые вызывают у нее проблемы. То есть справляет организм или нет. Но дело в том, что, Алексей, я тоже не сижу на месте. У нас есть врачи, которые, ну так сказать, они на работе же не положено какие-то новшества вносить. Вот тебе есть инструкция, как лечить ребенка, и все. И вот мы, так скажем, в приватной беседе выясняли, как же нам быть с малышом, как нам лечиться. Я видела передачу Елены Малышевой, где она рассказывала про такие вот БАДы. Я, в общем-то, их тоже в свое время пробовала, очень давно было. Они мне тоже очень помогли в свое время. И мы посоветовались и решили, что именно ими будем лечить. Это очень дорогостоящий продукт. Но сколько мы вот даем, у нас есть очень хороший результат. У нас в студии первоклассные специалисты, врачи Ольга Григорьевна. Может быть, вы можете как-то прокомментировать и, может быть, что-то спросить? Я могу сказать, что БАДами вылечить невозможно ни одно заболевание. Если понимать то, что мама говорит, у ребенка имеется какое-то заболевание сердца, то ли порог сердца. И второе, так сказать, поражение центральной нервной системы, возможно, последствия инфекции, перинатальной инфекции, внутриутробной инфекции. И это требует других методов лечения. Вот что нужно сделать Екатерине? Какие правильные шаги вот сейчас предпринять? Первое. Нужно получить официальное направление в специализированные центры. Например, Институт педиатрии, Академия медицинских наук. Он сейчас называется Научный центр здоровья детей. В Москве он находится. Академия медицинских наук. То есть она должна в Волгограде получить направление в этот медицинский центр? Где есть и кардиология, и неврология, где проведут обследование этому пациенту, поставят диагноз и, соответственно, будут рекомендовать лечение. Рекомендации должны быть врача, а не реклама по телевизору определять лечение с помощью биологических активных добавок. Понимаете? Я настоятельно рекомендую обратиться в центр, где проведут обследование и будут рекомендовать лечение. И уже потом следующий этап, если это лечение дорогостоящее, тогда уже вставить вопрос о благотворительных фондах. Да, да. Биологически активные добавки не являются лекарственными препаратами и не применяются для лечения заболевания. Екатерина, мы свяжемся с вами еще позже, и мы тогда возьмем под контроль вашу ситуацию и поможем связаться с московскими центрами. Я могу помочь в том, чтобы ребенок поступил туда на обследование. Но только нужно разумные шаги предпринимать. Спасибо, что сегодня вы вышли с нами на связь, и я надеюсь, все-таки это полезное дело будет для всех нас. Спасибо, Катя. И в первую очередь для ребенка. Для ребенка, для Дианы. Вы знаете, вот мы главным образом сегодня говорим о детях, и понятно, что у многих благотворительные фонды ассоциируются именно с детьми, но взрослые тоже нуждаются в благотворительности, в помощи таких фондов. И через несколько секунд в этой студии появятся авторы ведущие программы «Разыскиваются добрые люди». Эта программа выходит на нашем канале. Снято уже более ста выпусков. Ульяна Швырева придет к нам и расскажет о своих героях. 7 октября 2011 года жизнь 20-летнего Владлена изменилась в одно мгновение. Машина, в которой Влад ехал на заднем сидении, попала в ДТП. Из семи шейных позвонков пять оказались сломаны. Дело было во Владивостоке, на его родине. Все деньги семьи были потрачены на дорогостоящую операцию. Не на что стало не то, что лечиться, даже просто жить. Мама Влада, Галина, не представляла, как теперь выкарабкиваться. Я бросила работу, потому что я одна его воспитываю. И у него не двигались ни руки, соответственно, ни ноги. Ну, мы посмотрели фрагмент твоей передачи. Влад из Владивостока, вы в Москве. А как вот все соединилось? То есть, такие расстояния, прописки, это все не препятствие? Совершенно не препятствие. Совершенно не препятствие. Мы работаем по всей России. И как раз у нас в основном те, кто просят помощи, это регионы, это люди из других городов. А те, кто в основной своей массе жертвует деньги, это Москва, Санкт-Петербург, ну и еще несколько крупных городов. Когда с Ульяной мы говорили по телефону перед этой программой, я просил прийти ее сюда, на этот эфир, со своими самыми любимыми героями. Почему вот ты пришла с Таней? Меня всегда просят прийти с самыми любимыми. Представляешь, как сложно выбрать. Представляю. Пришла с Таней, потому что этот фонд помогает редкому направлению подпечителей. У нас в основном помогают, это сейчас модно или популярно детям, но потому что детям, когда ты на них смотришь, что у тебя быстрее открывается сердце, быстрее включается вот это первое, не возьму сказать, даже сейчас есть термин, вот эта первая помощь такая, первая жалость у тебя возникает внутри. А Татьяна занимается взрослыми людьми, теми людьми, кто попал либо в аварию, либо там онкологические заболевания, ну, в общем, всевозможный спектр, ну, именно взрослых людей. А обычный человек, когда к нему обращаешься, за помощью взрослому человеку, он скажет, ну, он же сам виноват, пускай сам себя и спасает. Вот такая реакция. Поэтому то, что делает фонд «Живой», это большое дело, очень и сложное. Татьяна, вас находят те, кто нуждаются в помощи? Да. Или вы сами как-то выявляете тех, кому это помощь? Нет, 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 как раз те, кто нуждаются в помощи, я их не нахожу, этого в избытке. Мы даже не справляемся. У нас, на самом деле, в фонде там две маленьких женщины. Мы ищем как раз тех, кто готов пожертвовать деньги. Убеждаем, разговариваем, показываем, рассказываем. Вот это работа. Вы связаны с конкретным каким-то медицинским учреждением? Нет, нет. То есть это могут быть совершенно разные. Да, у нас, так как нет какой-то узкой направленности, мы занимаемся совершенно разными нозологиями. У нас есть список заболеваний, которых мы не берем, но вообще у нас очень широкий спектр заболеваний. Поэтому мы работаем с самыми-самыми разными медицинскими учреждениями. А почему вообще вот у вас возникло желание этим заниматься и помогать не детям, а вот взрослым? Ага, в 755-й раз отвечу. А почему нет? Ну, то есть, в общем, когда копнешься глубже в проблему, ты понимаешь, что взрослый человек, несмотря на его большое тело и, казалось бы, развитый уже мозг, когда дело касается благотворительности, когда дело касается, вот он не справляется с этим, с этой бумажкой, на которой написано счет и цифра со многими нулями, вот он оказывается как раз самой незащищенной категории населения. Потому что сколько мне приходится выслушивать отказов, причем порой в довольно пренебрежительной форме. И как по отношению к тем, кто просит о помощи, так и по отношению ко мне лично. Довольно часто мне говорят, лучше бы делом занялись, лучше бы детям начали помогать. Ну вот как-то так. И вот повторюсь, что взрослые на сегодняшний момент самые незащищенные категории. А как часто вы отказываете и как часто говорите нет? Мы отказываем. Я не могу сказать вам чистоту, ну часто, не часто. Мне сложно это сказать, как-то в цифрах вам сказать. Мы, конечно же, отказываем. Но главным образом по каким причинам? Тогда, когда люди, во-первых, могут получить эту помощь бесплатно от государства, но просто в силу ряда причин, каких-то не хотят это делать. Ко мне поступают такие звонки. Один самый такой примечательный, вот он просто охарактеризует эту категорию. Позвонила мама мальчика, как она назвала. Мальчику 40 лет. Ему нужно пройти обследование. Она просила денег ему на обследование. Когда я спросила, ну вот почему бы мальчику... Мальчик передвигается? Передвигается. Мальчик есть инвалидность? Нет инвалидности. Почему бы мальчику не прийти в больницу и не пройти это обследование? Она сказала, он пришел, посмотрел, там народу много, и он ушел. Аня, к вам мальчики обращаются в милосердие? Вы знаете, подобного рода случаев я еще у нас не слышала. Да, но уникально. Да, хотя, конечно, обращаются люди разные, к нам обращаются и взрослые люди. То есть, поскольку у нас тоже очень широкий спектр именно тех, кто приходит за помощью, поэтому здесь и пожилые люди, и люди взрослые, попавшие в беду, потому что действительно количество случаев, когда человек взрослый вчера ходил на работу, мог себя обеспечивать, и все у него было нормально, а на следующий день все, он ничего не может. Вот таких случаев, на самом деле, очень много. У нас есть история, когда девушка, ей 20 с небольшим лет, она работала, уже была старшей в многодетной семье, у нее уже была машина, и она решила эту машину продавать. И приехала на встречу продавать машину, ей в голову выстрелили из травматического пистолета. И все, человек уже ничего не может. Вот мы собирали деньги ей на реабилитацию, вот, такие случаи, конечно, есть. Давайте посмотрим еще одну историю. Подопечного Татьяны, который проживает в палате жизни Любова, зовут Эдуард. Ему 27 лет, у него подрастает сын. В 2009-м врачи поставили ему диагноз левосторонний фронтит. Фронтит скопления гноя в лобной пазухе, состояние, в котором оказался Эдуард, следствие этого заболевания. А как сюда попали? Из-за того, что с Татьяной познакомились? Ну, да, вначале, как бы, мы с мамой отсылали всем сообщения, то есть, искали спонсоров, был ответ на фонд, вот, и таким образом вышли на Татьяну. Эдуард, а была надежда на то, что помогут? Да, если бы не была надежда, я бы, наверное, даже не стал пытаться. Надежда была внутри. Так а как вот вас находят так издалека? Слушайте, они очень странно нас находят. Какие-то вообще непонятные пути, по которым мигрирует мой телефон по стране. На телефон, телефон на сайте висит мой, на него отвечаю я. Бывает, что про нас говорят врачи, бывает, что про нас люди читают где-то в интернете, бывают вообще какие-то удивительные истории, когда позвонила женщина и сказала, я приехала сюда, привезла сына на лечение, мне сказали цифру, которая нужна, я ужаснулась, и поехала домой, и сижу грустная на вокзале, и рядом со мной сидит женщина, и я с ней разговаривалась, и она дала ваш номер телефона. Ольга Григорьевна, как вы думаете, вот важно взрослым людям помогать? Помогать нужно всем. А пожилым людям? Обязательно, и пожилым, и молодым, и попавшим в такие сложные ситуации, о которых вы говорили, помогать нужно всем, и я считаю, чем больше будет благотворительных фондов, тем лучше. Я думаю, что наша сегодняшняя программа была бы неполной, если бы мы не показали, как неравнодушные люди заботятся о пожилых людях. Давайте посмотрим фрагмент. Старшая внучечка закончила университет и год обучалась в Париже. Вот она в сентябре приехала целый год. Сейчас аналитиком работает. А почему же тогда вы здесь? С детьми, знаешь, как трудно жить. Почему? Потому что прекратил мама свой учительский тон. Мы сами все знаем. Мама в заговне. Луизе Федоровне 78 лет. Большую часть своей жизни преподаватель русского языка и литературы посвятила своим ученикам. Воспитала двух дочерей, вырастила внуков. На родных Луиза Федоровна не в обиде. Ведь вроде как все вместе они приняли решение, что порознь им будет легче и удобнее. Директоры, другие сотрудники пансионата делают все возможное, а порой и невозможное, чтобы старикам было здесь уютно. Ульяна, прокомментируйте кадры. Ну, это один из новых моих выпусков. Тоже удивительный фонд, который помогает так же вот тому самому узкому направлению, за которое никто не хочет браться. Это пожилые люди и старики. Фонд «София», по-моему. Фонд называется «София». Да, его можно найти в интернете. Я вот прожив несколько дней с разными сторонами этого фонда, поездив с ними в путешествия, они делают и такие волшебные подарки для стариков, и побывав в двух домах ветеранов, где волонтеры фонда приходят и помогают, не помогают поменять памперсы или еще что-то, а просто разговаривают, держат за руку этих старичков. То есть здесь даже просто общение уже очень важно. Самое главное, что там как раз, вот потом дальше, вот эта бабульчика моя любимая, она скажет, что они их ждут как воздух, потому что общаться не с кем, потому что старики все сосредоточены на своих болячиках, кто-то вообще уже просто не в разуме разговаривать не может. На самом деле дико и страшно слушать, что и внуки есть, и что живы и здоровы. Две дочери. Две дочери, и все успешные, и за границей, и вот такая ситуация. Но фонд удивительный, его создал потрясающий человек, я думаю, несмотря на его молодость, ему слегка за 40, он его создал, потому что вот его воспитание, он с одной стороны из семьи староверов, с другой стороны у него азербайджанские корни, и те и другие люди, они к пожилым относятся немного иначе, чем может быть мы. И в заключение я хочу, чтобы каждый из вас коротко ответил на главный вопрос нашей программы. Сопричастность чужому горю в нашем обществе сегодня это аномалия, или все-таки мы можем говорить о том, что наше общество неравнодушно? Наше общество совершенно точно неравнодушное, и процесс идет, и процесс идет в сторону увеличения того, что люди перестают бояться, боятся отдавать. Люди перестают думать о том, что мне мало, мне, 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 и люди готовы отдавать и что-то нести в мир. Я сейчас громкими словами говорю, но это так. И процесс будет идти и дальше, он будет медленный, ну, как все процессы эволюционные, но он будет верный, на мой взгляд. Ульяна. Я думаю, что процесс идет, просто наши люди очень недоверчивы. И понятно, почему. Стоит почитать учебник истории Российской Федерации, все станет понятно, да, что почему нас так долго мучили и били. Естественно, мы никому не доверяем. Но понемножку эти зернышки начинают вырастать, и добрых людей, может быть, конечно, не больше, но по крайней мере много. Аня. Абсолютно согласна, что люди у нас отзывчивые. И, кстати, я считаю, то, с чего мы начали, то, что есть фонды, которые обманывают, которые наживаются, это тоже обратная сторона медали. То есть, если они наживаются, значит, есть знакомые, потому что люди хотят помогать. Они, может быть, поленятся проверить, правильный фонд существует, на самом деле, или нет, но они помогут. Поэтому я думаю, что люди помогать готовы, и хорошо будет, если будет больше правильных, настоящих фондов. Здесь уже произнесли такое важное слово – эволюция. Дело в том, что мне очень нравится, что вообще всё движение, оно у нас идёт не революционно, а эволюционно, то есть отвечает на запрос. Люди сталкиваются, есть, не знаю, бездомные, есть пропавшие люди, есть старики, есть дети-сироты, есть инвалиды, есть больные. И вот каждая потребность начинает находить тех людей, которые готовы помочь, готовы что-то сделать. И это всё расширяется и расширяется. Вот этот круг растёт. Вот лично мне, да, это такая вот большая надежда на то, что у нас изменится страна в целом. А снизу, да, доверху, скажем так. Прогрессивно меняется отношение в нашей стране, развивается благотворительность, люди становятся сопричастными к горю, понимают эту проблему, и таких людей становится всё больше и больше. Этому свидетельствует создание фондов. И вот здесь как раз вы пригласили отдельные фонды, а их достаточно много на сегодняшний день. Это как раз указывает на то, что мы очень изменились, мы все изменились, понимаете. И все люди сейчас очень позитивно настроены главное на то, что происходит в нашей стране. Я могу сказать, что, наверное, мы должны больше говорить о том позитивном, о чём сегодня вы говорили. Это благоприятно сказывается, и ещё больше будет присоединяться людей к такому позитивному моменту, к сопричастию к горю. Об этом должны говорить и журналисты, и телевидение. И врачи. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня в нашу студию. Сейчас я хочу вспомнить последние события и потрясающие факты на тему нашей сегодняшней программы. Ученики 11 класса 405-й школы города Москвы собрали 8 миллионов рублей для спасения своей тяжело больной одноклассницы Риты Алькаевой. Ребята под руководством классной руководительницы Елены Владимировны Яниной самостоятельно заработали эти деньги и даже отказались от выпускного вечера, отправив всю сумму на лечение подруги. Девятиклассник Александр Лемасов из Комсомольска-на-Амуре во время наводнения каждый день после занятий в школе приходил на самый сложный участок в Мылкинской дамбе, чтобы добровольно помочь волонтёрам. Глава МЧС Владимир Пучков отметил труд юноши, подарив ему телефон. 82-летняя пенсионерка Мария Егоровна Вакаминова из посёлка Зеленоборский Мурманской области пожертвовала все свои сбережения 75 тысяч рублей местной больнице. На эти деньги главврач с её согласия закупил новое оборудование. Эту сумму пенсионерка собрала, откладывая понемногу из своей, без того, небольшой пенсии. 13 сентября в деревне Лукана в Городской области санитарка Юлия Ануфриева, пытаясь спасти пациентов, погибла во время пожара в психоневрологическом интернате Оксочи, Маловишерского района. Когда Юлия в очередной раз бросилась в горящую палату за лежачими больными, возле неё взорвался огнетушитель. У погибшей было четверо детей. 23 сентября этого года в 49 километрах северо-восточнее аэродрома Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае 32-летний пилот Алексей Назаров отвёл потерявший управление штурмовик Су-25 от ближайшего населённого пункта и погиб. У пилота остались жена и маленькая дочь. В заключение ещё раз хочу вспомнить слова апостола Павла, который говорил «Вера без дел мертва». До свидания.